А вот вам и результат заниженной подвески. В отличие от грузовика, все приехал. Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием Евротрак Симулятор 2. И сегодня мы вместе с вами посмотрим на BMW M5. Это версия E60. Между прочим, на момент выхода это был самый быстрый седан в мире. Так что некоторые заслуги у этой машины имеются. Давайте посмотрим, что здесь по двигателю. Анализ грузовика, кстати. Это, естественно, модификация, если кто не понял. Я решил установить легковушку, посмотреть на нее. Каково это катать в Евротраке на легковушке. Я помню, куда-то я устанавливал модификацию тоже в какую-то игру. Возможно, это был первый Евротрак. Я устанавливал легковушку, и она вела себя абсолютно так же, как грузовик. Только низкой посадки, собственно, и все. Ну и габариты поменьше. Посмотрим, как будет здесь. Я долго искал нормальный мод, на самом деле, потому что многие моды... Из-за многих модов, точнее, игра попросту вылетает. И здесь, кстати, тоже вылетает, если мы перекрасим тачку в металлик цвет. Она, игра, вылетит. И также, если мы поменяем кузов. Здесь можно сменить кузов, но делать это мы, естественно, не будем. Итак, крутящий момент. 500 ньютонов на метр. И 507 сил. Лошадиных сил. Вот такой вот двигатель у данного автомобиля. Менять мы здесь ничего не можем. Сразу заглянем и в салончик. Вот такая вот красота здесь. Блин, хочется сесть в реальной жизни. В такой автомобиль. Тут есть моделька водителя. Блин, я теперь развернуться почему-то не могу. Давайте сделаем вот так вот. Как видите, тут есть уже моделька водителя. И, честно говоря, мне бы повыше сиденье поднять, отрегулировать. Потому что у нас перед лицом руль, собственно. Дорогу мы видеть не будем, скорее всего. Надо бы повыше сделать, но этим займемся чуть попозже. Давайте сейчас перекрасим тачку. Так, главное не выбирать металлик цвета, а то будет все плохо. Давайте покрасим в какой-нибудь... В какой-нибудь пурпурный или фиолетовый. Блин, посмотрите, как классно выглядит. Давайте больше к фиолетовому. Вот такой вот цвет у нас будет. Чуть потемнее, чтобы стильно смотрелось. Так, ну-ка, ну-ка. Неплохой цвет, но мне кажется, надо еще немного темнее. Вот, отличный. Просто идеальный. Так, дальше, что мы здесь еще можем сделать? Можем поменять, наверное, диски. Да, но мы, естественно, их менять не будем. Покрышки здесь можно тоже поменять. И менять мы здесь тоже ничего не будем. Так, а в салончике мы что-нибудь можем поменять? Например, что-нибудь присобачье сюда? Нет, только заводской вариант. Абсолютно ничего, в общем, мы не можем менять. Только цвет мы поменяли. Ну и нормально, и так неплохо выглядит, согласись. Так, а можем зеркала, по-моему, сменить? Нет? Нет, тоже. Основные зеркала поменять мы абсолютно никак не можем. Ладно, ладно, тогда принимаем такую вот комплектацию. И приобретаем 50 тысяч евро всего лишь стоит. BMW M5. Давайте вот сюда вот в гаражик ее загоним. Я скачал стороннее сохранение, чтобы все салоны были открыты. Чтобы проще было покупать машины из модификации. Так, все, покупочка есть. Ну и теперь давайте попробуем прокатиться на ней. Посмотрим, как я буду себя ощущать за рулем данного автомобиля. Так, и вот то, о чем я говорил, надо было приподнять кресло. Совсем что-то про это забыл. Давайте сейчас быстренько, быстренько поднимемся. Сделаем получше угол обзора, наверное. Вот так вот сделаем. Так, чуть повыше, наверное, максимально высоко. Вот так вот, думаю, будет более-менее нормально. 82 градусов. Да, нормально. Все, отлично. Теперь хоть дорогу видно. Можем, наконец, нормально осмотреться. Только посмотрите на эту красавицу. При свете солнца. Солнце выглядит еще шикарней. Так, тонировка здесь полностью. Тонированные стекла. Давайте заводиться. Навигатор. Итак, выезжаем на прямое шоссе и сейчас будем тестировать эту красавицу. Так, ну, по первым впечатлениям, это точно не грузовик. Он более маневренный. И чувствуется, что это легковой автомобиль. Это, конечно, не тот мод, который я накатывал, не знаю, на какую игру. Ну, возможно, на первый Евротрак. Там вообще были моды. Ну, скорее всего. Не знаю, в общем, на какую-то игру я накатывал мод. И там автомобиль легковой чувствовался абсолютно так же, как грузовик. Здесь совершенно все по-другому. Хоть работает тачка плавно. Можем перестраиваться. Плавненькая. Она не резкая. Так, давайте притормаживать здесь. Ну, в общем, ощущаешь себя достаточно комфортно, на самом деле. Давайте проверим поворотники. А вот в салоне, смотрите, никакой индикации нет. Ну-ка, снаружи как-то выглядит. Да, снаружи поворотники работают. Все полностью функционируют. Это замечательно. Так, аккуратненько. Давайте теперь попробуем, конечно же, навалить, друзья. Сейчас выйдем только напрямую. Здесь куча поворотов. Скорость не ощущается. Уже 120 км в час я жму. А такое ощущение, что еду, ну, не знаю, 70 максимум. Так. Аккуратненько протискаемся между автомобилями. Сейчас выйдем напрямую. И попробуем хорошенько разогнаться. О, полицаи. Давайте продемонстрируем им свою мощь. Ну, подрезать я, конечно, не буду. Это уж слишком будет. Ну, просто обгоняем бичей. Так, а вот и практически прямая. Сейчас она за этим поворотом будет. Вот, смотрите, я уже еду 130. Все. Педаль в пол. Конечно, там небольшой поворотик будет налево. 140. 150. Вот уже начинает... Начинает чувствоваться скорость. Но все равно впечатление, что я разогнался где-то, ну, до сотки. 120, может, максимум. А уже 170, смотрите. Так, приборка, конечно, низкого разрешения. Ни хера не видно. Я не вижу цифр. На самом деле, так, тихо, здесь придется притомозить, мужик. Извините, извините, простите. Все в порядке? Страховка все покроет, наверное. Продолжаем разгоняться. Пришлось нам экстренно сбавлять скорость. Проезжаем тоннель. 175. 170. 180. Так, нормально. Поцарапали еще немножко автомобиль. Но ничего страшного, я надеюсь. Главное, чтобы не заглохло. Блин, здесь опять поворот. Ну, смотрите, уже до 190. До 190 разогнался. И в поворот на большой скорости она тоже нехило так вписывается, друзья. Тормоза здесь только не шибко хорошие. Так. 170. Снова набираем скорость. Надо прямо на шоссе какое-нибудь прямое-прямое выехать. И тогда будет все ништяк. Может, мы как раз на такое только что и выехали. Так, друзья, 180. Снова набирается скорость. Аккуратно. 180. Сейчас может до 200 получится разогнаться. Или нет? Там снова, блин, ссанные повороты. Нужно, наверное, открыть карту. Поставить метку на какое-нибудь нормальное место. Где можно разогнаться. 93, 94, 98. 200 километров в час, друзья. И это максимальная скорость, похоже. Вот с горочки, смотрите, спускаемся. Да, 201 километров в час. Блин, ну вот здесь вот на 200 километров в час, конечно, скорость уже чувствуется так. Ух, ёп твою! Эм, все в порядке. Я живой, блин, посмотрите на это лицо, которое в зеркале заднего вида. Ему вообще наплевать. Он как будто под тяжелыми наркотиками. Ну, обычно так, наверное, и катают люди под тяжелыми наркотиками. И попадают в такие же ситуации. А потом с таким лицом каменным сидят, наверное, до посинения. Давайте посмотрим, как это снаружи выглядит. Ё-моё, я не хотел смотреть, где находится ад. Так, ну, в общем, мы приехали. Неплохая была поездочка. Вот отличная, наверное, камера для описания всей ситуации. Ну что, давайте вызывать эвакуатор. Ущерб, кстати, всего лишь 7%, смотрите. Колесико немного покоцало. А так, в основном, все целы. Такой бы автомобиль в реальную жизнь. И плюс, даже подушки безопасности не сработали, но мы живы. Так, 687 евро нам нужно заплатить. Подождать 2 часа. Как раз будет рассвет, наверное, уже. Так, и все. Давайте починимся, ладно уж. А, нет, сейчас всего лишь 11 часов. Я уже думал, где-то совсем глубокая ночь, часа 3 ночи или 4 даже. И скоро будет рассвет, но нет. До рассвета еще далеко. Смотрите, какая красота. Давайте покатаем немножко вот третьего лица. От первого, конечно, тоже отлично все выглядит. Ну, никаких заметных косяков я не нашел. У этого мода, кстати. Зеркала рабочие. Все абсолютно. Ничего не торчит. В салончике все чистенькое. Без каких-либо крупных косяков. Мне, твою мать, нравится все. Так, ну вот мы еще немножко ущерба получили. Но ничего страшного. Давайте еще немного покатаем. Но если всматриваться внимательно, рассматривать автомобиль, например, в фоторежиме, то я уверен, что косяки можно найти. Они есть. Но на них внимания не хочется обращать. Когда тебе так комфортно за рулем этого автомобиля. Это, конечно, первый мод, который я тестирую на легковой автомобиль. Возможно, другие лучшие. Это самый плохой, хер его знает. Но меня полностью устраивает на самом деле. Тормоза вот только не самые лучшие. Хочется, чтобы прям тачка резво тормозила. Чтобы тормозной путь был минимальным. Вот, смотрите, разгоняемся до 150. Например, пытаемся затормозить. И, ну, вы сами видите, что произошло. В итоге, ни хера себе, сразу 30% ущерб. Но машина еще на ходу. Блин, а там я дико перевернулся. Но ущерба было не так уж и много. Мне кажется, все же у реальной BMW M5 E60 должны быть тормоза получше. Так, ну все, вот мы и заглохли. Двигатель неисправен. Что ж, на этом я тогда предлагаю закончить. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok